Флорист Виктория Халилова сьогодні розповість про те, як підготувати зимовий букет, що зараз є актуальним. Здравствуй, Якусь. Яночка, добрый день, я очень рада вас видеть снова. Сегодня я вам расскажу, друзья, как нужно ухаживать за цветами зимними и какие цветы в этот период можно покупать и дарить своим девушкам. У меня как бы нет стандартов, я так и скажу. Всегда привыкли, если же зима, что-то красное, что-то такое, обычные розы и так далее. У меня, как всегда, в голове весна. Тюльпаны, красивые нежные какие-то цветы, все-все это я люблю, поэтому не придерживаться стандартов, дарить все яркое, красивое, нежное, даже розовое. Вот как примеры вот эти композиции, которые я принесла в студию. Но за тюльпанами, вот я смотрю, что очень сложно ухаживать, тем более зимой, они такие боятся морозов. Скажу даже наоборот, Инночка. Смотри, вот когда май месяц, тюльпаны очень быстро отцветают, а когда зима, они очень долго хранятся в холодном месте. И когда их вот подарить, допустим, в таком красивом боксе, тюльпаны будут расти около двух недель. Когда они приходят из Голландии, они приходят совсем зеленые и поспевают в течение недели для продажи для клиентов. То есть такие необычные вот у нас тюльпаны. А вот с розами как? Розы. Розы боятся очень холода. То есть температура ноль, еще нормально для них. А когда уже идет минус три, цветы, любые букеты, как бы мы для своих лета прячем в специальной упаковке. Если же этого нет, какие-то специальные пакеты. Потому что цветок, в принципе, два часа, он еще выглядит прилично. А через два часа, получается, погибает. И, конечно, подарок получается уже испорчен. А вот как поступить парню, который идет к своей девушке на свидание, несет охапку роз, долго ее ждет, потому что девушки, как всегда, опаздывают и цветочек немножко подмерз. Как подготовить цветок к морозу? То есть этот цветок уже не выживет, он пропадет. И поэтому я советую всегда, для всех флористов, как бы хочу сказать вам, что их нужно прятать обязательно в бумагу. Бумага держит тепло. Викусь, еще один вопрос по поводу, опять же, подбора зимних букетов. Кроме роз, кроме тюльпанов, что еще можешь посоветовать? Потому что я смотрю, что у тебя очень экстравагантный букет, очень много цветов. Да, стоит красивый лоточек, в нем мы видим лилию, видим веронику, те же тюльпаны и розы. На данный момент сейчас несложно достать какой-либо цветок. Да, сейчас нет пионов, нет гортензии, потому что в этот период цветы отдыхают. Мы ждем уже января, февраля, когда они появятся, как бы. Но зато появились уже в продажах красивые лютики, в народе их называют лютики, их очень любят и невесты, кстати, они бывают в разных расцветах цветовой гаммы, очень красивые цветы. Их тоже можно использовать красивые для букетов и композиций. Ты сказала, что ты за эксперимент, ты за разнообразие, и вот этой зимой предлагаешь более нежные тона? Как бы очень много красного. Привыкли по стандарту, когда наступает Новый год, все видят что-то красное, золотое, может быть что-то серебряное. Для этого можно использовать какие-то декоры к елкам, к веночкам, где много красных шариков новогодних, а это же понцетти, комнатные растения используют, это все стандарты. Но оно все как бы приедается, мы видим это в каждом магазине, в каждой студии, в любой магазин, зайди, все украшено в этих стандартных оттенках. И хочется, как любой девушке, нежности. Все-таки цветы, вот они осенние оттенки, они очень нежные, как бы сама девушка ассоциируется с этими букетами. А вот что ты посоветуешь тем же самым невестам, которым на улице во время зимних фотосессий очень долго приходится держать букет в руках? Какие цветы больше выдержат и до конца вечера, потом при перепаде температуры, не увянет букет, а только будет хорошо выглядеть? Хочу вам сказать, что любой цветок боится очень сильно холода. Когда на улице 0, плюс 5, букет свадебный выдержит эту температуру. У невесты есть шанс и возможность провести фотосессии около 3-4 часов. Но когда сильнейшие морозы, лучше проводить эти фотосессии в помещении, в каких-то студиях, так как цветок погибнет. Либо 2 часа фотосессии и букет уже не пригоден при морозе, просто потом он уже начинает темнить цветочек. А вот по поводу перепада температур, как оградить от этого букет? Потому что сразу, когда заходят в торжественный зал невесты, от тепла тоже цветочки немножко вянут. Конечно, у них идет сильнейший стресс, поэтому сразу же лучше провести что-то необходимое. То есть я советую провести фотосессии в студии, потом как бы идет роспись, когда цветок не получает особого травмы от перепада температуры. А вот какие цветы ты бы назвала самыми морозостойкими, которые точно выдержат несколько часов на улице? Тюльпаны. Тюльпаны. Роза очень боится. Тюльпаны, они как бы более крепче именно в зимний период. А вот как ухаживать за цветами, которые побули немножко на морозе, мы их принесли в дом, как-то делать постепенно градацию температуры или возможно другие? Я не советую каких-то проводить экспериментов, просто-напросто набрать холодной воды, подрезать цветочек и поставить их не на окошко, а какую-то середину помещения на стол, где он будет приходить в себя постепенно, как и рыбки в аквариуме. Спасибо тебе большое, Вика, за то, что рассказала и подсказала всем любителям цветов, как подобрать зимний букет, как ухаживать зимой за цветами. Я думаю, что это не последняя наша встреча. У нас еще очень много интересных тем. Я напоминаю, что сегодня в студию Нового дня пришла в гости наша замечательная друг Нового дня, флорист Виктория Халилова.